здравствуйте дорогие мои телезрители мои дорогие афонтовцы и конечно мои подписчики на канале youtube сегодняшняя тема томаты грунтовые или помидоры как мы их привыкли называть почему речь зашла о них сейчас поймете почему все-таки грунтовые ну масса народа еще как бы да не считают что нужно томаты садить теплицы хотя я другого мнения уже в любом регионе в любом краю от таких катаклизм которые происходят природе деваться просто некуда спрятаться некуда уж помидорам тем более их так хвостает ветер что у них листья скоро отвалится сами я так понимаю что с этими-то помидорами не так но во первых это штамповые помидоры то есть ультра детерминатные они не вырастут более 50 сантиметров ну это им не дано породу своему они коротконогие это мой любимый сорт это сорт не гибрид старый замок называется вы помните в прошлом году они у нас росли кверх ногами замечательное зрелище было поскольку в этом году я в отсутствие приезжаю только на съемки поэтому и как бы ухаживаю за ними практически не я никакие ошибки здесь существует ну во первых томаты такого типа очень коротконогие они посажены слишком редко они не будут огромными кустами они в высоту не будут такие как эти тычки которые в них воткнуты то есть палочки да поэтому посадить их можно было друг напротив друга и почаще вот те помидоры слишком близко к дорожке хотя можно было сузить дорожку а вообще здесь просится вот сюда томат сюда томат поэтому у них посадка в принципе на один квадратный метр 6 штук это нормально это вам не теплица где два с половиной три томата на квадратный метр это большая разница у них и площадь питания меньше и освещение здесь просто замечательно им хватает и площади всего остального и воды им все хватает и еще хочу сказать перестаньте вы подкладывать им под корни перегной но вы перекопайте грядку осенью но подготовьте вы ее как следует внесите туда и перегной доломитовую муку то есть они не любят кислые среды совершенно не переносят развивается очень плохо вы же понимаете что бактерии которые для них положены они же не будут жить в той среде которые вы им предложили искусственно посаженное растение им надо то что им надо а не то что вам соседка сказала господи ты боже мой устала уже язык болит но поскольку сезон уже в самом разгаре вы должны понимать что ухаживать за ними вы все равно обязаны да здесь что-нибудь не так или не то смотрите вот на куст видите вот зачем здесь эта привязка в самом основании куста вот это не нужно совершенно палочка ну извините меня это не палочка это нечто нечто которое никогда не удержит ни один куст убираем это что это что такое от малины стебелечек до кого он может удержать здесь нужна бамбуковая палка хорошая причем эти томаты способны стоять и сами видите он не падает посмотрите около корневой системы пошли пасанки вырываем вырываем вот это убираем это убираем это убираем это ненужность которая из земли на тащит фитофторы убираем вот такое нужно быть лысеньки почти видите вот когда сформируются плоды на этой кисти да уже плодики появятся тогда все до плодов мы тоже уберем но может быть оставим вот этот вот пасанок а уж все остальное точно пойдет обязательно кирдык называется у меня по-русски поэтому обработать все помидоры удалив нижние листья особенно те которые касаются почвы на хватаете болезни раньше чем вы вы этого хотели и еще один маленький вопрос вы не забыли туда под корень томатов положить таблеточку глиоклодина у томатов есть болезнь про которую все забывают это не фитофтора она придет последние когда ночи холодные будет и влаги будет много а есть еще одна болезнь фузариоз гриб фузариум он у нас на всем огороде везде у чеснока фузариоз у этих томатов фузариоз у астр фузариоз поэтому глиоклодин это вытяжка из подземного гриба антагониста то есть противостоящему грибу фузариуму понятно объясняю да возьмите эти таблеточки и вот на палец глубиной введите так чтобы это было около ствола на палец глубиной температура почвы уже достаточно хорошая больше чем плюс 16 как ему надо чтоб развиваться он не только будет защищать развив свою систему грибную своих этих нитевидных корней он еще и войдет в ствол томата снизу и будет ему хорошей няней потому что при необходимости напоить его водой оригинально правда природа умнее нас а вы все забываете про это и помните что томатом поливка лишней не нужна томаты на улице не в защищенном грунте они поливаются один раз в две недели один раз в две недели они каждый день плесканул 15 капель там чашечку и довольны побежал я помидоры полил а помидорам надо чем хуже тем лучше вы должны помнить что убирать листья обязательно не нужны а вот поливать каждый день и два раза в неделю этого не требуется конечно нужно поливать один раз в неделю при такой жаре под 45 градусов до было такой день но нужно поливать как следует и много и обязательно замульчировать приствольный круг вот это обязательно если вы будете делать вообще все как положено растению от того что у них воды мало от того что растение понимает что завтра погибну где эта хозяйка с ведром хотя бы чашку дала вот тогда она будет продолжать свой род а как она это делает конечно зацветает интенсивно чтобы дать семена и продолжить свое существование уже в своих детках вы голову то включите но я уже ну правда 150 раз сказала почему не делаете так пожалуйста значит томаты нужно рыхлить обязательно зачем это нужно делать но представьтесь аккуратнее корни не порвите а теперь смотрите для того чтобы влага удерживалась да еще нужно сделать вот такую круговую бороздку мульча тоже обязательно и вот информация для тех кто ездит один раз в неделю на даче и у него там нет воды вот вы поймите что уже перед тем как уехать с дачи к вечеру пожалуйста возьмите и прорыхлите свои помидоры неважно это могут быть не только помидоры и огурцы и тыквы и баклажаны баклажаны нельзя рыхлить извините значит зачем нужно рыхление это двойная поливка вы порыхлили к вечеру все туманные росы туда сами зайдут без вашего участия и поверьте что ваши томаты будут не хуже а лучше чем у соседки потому что лишняя вода стояние около да зеленой массы влаги помидорам не полезно они цветы сбрасывают и в теплице и на улице если вы все время с чашкой ходите услышали меня я надеюсь я вас обнимаю я вас очень люблю и всегда ваша тетя таня